здравствуй мой друг очень хорошо что ты пришел проходи сюда на эти мягкие подушки располагайся поудобней расслабься и слушай сегодня мы читаем книгу Джессики Клуз Дом Драконов 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 Часть первая Эмилия Знамена Дома Оран абсолютно белые украшенные фиолетовым асписом водяным змеем их личным драконом колыхались от порывистого ветра наверху чары и дракон Александра Таркус дурачились друг с другом у обоих драконов были длинные стройные тела с хлещущимися хвостами однако чешуя чары переливалась кремово перламутром цветом от Таркуса сливого у асписа были плоские головы шелковистой чешуя собачьи носы по бокам из их черепов ввелись рога в отличие от других драконьих пород аспис мог проводить время под водой при этом не страдая от каких-либо негативных последствий весной чара охотилась на китов и возвращалась домой с их салом в зубах выходя при этом на кровавленное облако да решила полетать чтоб в последний раз взглянуть на это место прежде чем стать императрицей подразнил ее Алекс Эмиля толкнула его локтем в бок когда я буду жить в золотом дворце в драконспае буду с неподдельной нежностью вспоминать как отмораживала здесь свою пятую дочку невозмутимо ответила она подавив дрожь она добавила мне нужно было очистить свой разум Александр понимал ее обычные мили можно было застать состывающей чашкой кофе и перепачканным чернилой пальцами перед библиотечным камином книги и бумаги веером рассыпались вокруг словно в лабиринт разобраться в котором могла только она одна но затем к девушке вскипали мозги и ей приходилось все бросать пока никто не пострадал Эмиля остановилась на тропинке перед ними лежало доказательство того что она завершила это была чайка белосерые перья развивались на ветру среди брызг крови и размазанных по земле внутренностей тогда в своей комнате Эмиля почувствовала как магия переполняет ее до краев она поспешила вниз по винтовой лестнице замка выбегая в холод пасмурного дня девушка направилась к скалам напуганная криком гружающей в небо чайки ее взгляд пронзил птицу и бедное создание издало свой последний клич в мире существовало два вида магии искусство порядка и энергия хаоса благодаря порядку была создана эта великая империя а хаос чуть не уничтожила весь мир порядок это созидание хаос разрушение у Эмилии не было таланта к упорядоченной магии она была прирожденным хаосом если остальные четыре семьи узнают об этом смерть станет спасением к магию хаоса нельзя относиться снисходительно особенно после войны шести домов которое произошло около тысячи лет назад алекс крепко обнял ее это был несчастный случай прошептал он Эмилия знала что слуги замки распускают сплетни что они следят за ней вот почему она всегда держала свои волосы распущенными и никогда не заплетала их в косы они были словно тяжелой завесой за которой легче спрятаться ее руки сжались в кулаке от боли я знаю прошептала она в ответ они продолжали идти сумка стучала у нее по бокам здесь эмилия снова остановилась сняла котомку и перекинула ее через руку брата потребовалось немало усилий но я их закончила алекс расстегнул молнию и вытащил несколько тонких домов матерчатой обложки эмилия сразу же переставила их по порядку немного волнуясь из-за того что и кропотливый труд подвергся изучением охота игра гонка правда четыре задачи составлявшие каждое императорское испытание каждое название было выведено тисненными буквами на обложке эмилия также захватил с собой пару пергаментных справочников с надписями пестиарий и топография мне пришлось нарисовать карты острова вручную сказала эмилия довольствуясь выбывшими шансом похвастаться гордость была такой редкой гостью в ее жизни алекс кивнул быстро пролистывая одну книгу за другой ты правда думаешь что короткое море будет первой остановкой он посмотрел на нее приподняв одну бровь держу пари это должен быть императорский полуостров мы учили максимальную скорость полета дракона и сравнили дату созыва с началом первых испытаний на то чтобы всем собраться требуется по меньшей мере двадцать четыре часа даже для вольска и сабель они ближе всех к полуострову это говорит о том что полет займет больше времени или ты сомневаешься в моих расчетах дразнил я просто дразнил тебя алекс еще раз просмотрел книги отложил в сторону и снова обнял ее вот и закончился наш сегодняшний вечер дорогой мой друг до свидания до следующей встречи у камина а а а а а а и а а и Продолжение следует...